Си Цзиньпин Си Цзиньпин Си Цзиньпин Си Цзиньпин Всем здравствуйте! Хорошо, что ты вышла без волынки. А, ну что ж. Хотя в целом она бы этот образ дополнила. Ну что ж. Приму это за комплимент, спасибо. Пожалуйста. Принимай это за комплимент. А сейчас поговорим о политике. Это серьезная сейчас будет новость, поэтому давай немножко без своих шуточек вот этих. Давай, зачем они в комедийном шоу? Итак, просто новости, затем погода. После нас смотрите Азамата. Итак, Си Цзиньпин посетил Россию по приглашению президента России Владимира Владимировича Путина. Да, это очень важная была встреча. Видите, без шуток можно просто рассказать новость. Итак. Расскажи, почему это была важная встреча. Слушай, ну это очень важная встреча, потому что это обсуждение международного партнерства между двумя крупнейшими мировыми державами. Молодец, и это первая поездка зарубежная Си Цзиньпиня после его переизбрания. Ну без шуток же. Нет, давай просто информацию. Представляешь, это он выбрал Россию, чтобы сделать свой первый визит в качестве главы государства. Здорово. Если можно так сказать. Можно так сказать. Вопрос, зачем это все было говорить, но пусть тоже будет. Это действительно очень важная встреча для обеих стран. Надо сказать, ну, Кать, если на твоем языке, это как будто бы, ну, например, Гуччи и компания ВАНС решили собраться и обсудить совместный проект. А что ты так говоришь, Гуччи и ВАНС? Как будто, блин, ты думаешь, что я совсем тупая, а я уже не такая тупая, как ты думаешь. А что случилось? Между прочим. Кагитум. Между прочим, у ВАНС сейчас кризис, и для них сотрудничество с Гуччи было бы очень перспективным. Особенно, если учитывать их сырьевую базу. Я даже не думал, чтобы пример так попадет в Катю. Тем более, что они сделали коллабу. Ну, действительно, действительно, это очень важно. Очень много итогов было у этой встречи. Например, согласовали практически все параметры по новому газопроводу «Сила Сибири 2». В России даже сиквел «Чебурашки» не ждут так сильно, как сиквел «Сила Сибири». А еще «Си Цзиньпин сиан, Жен Ю, Си Жен Мин, Диан Зай, Ар Лин, Ар Ши Си, Ниэн, Эла Уси, Джун Тхун, Хуан Ди Джун Ди, Ху Тим». Я сказала, что «Си Цзиньпин» не уверен, что российский народ переизберет Путина в 2024 году на выборах. И поддержит. Кстати, кстати, из-за этого визита во многих западных администрациях сейчас стоит стойкий запах корвалола и валерьянки. Типа разнервничались? Да, причем этот запах скрывает другой. Ну, вообще, очень много всего интересного действительно было на этой встрече. Например, был обед. Давай я тебе расскажу, какое у них меню было. Давай, меню обеда. В меню обеда в Кремле в честь Си Цзиньпина вошли в борщ с томленой уткой, мраморная говядина, цитрусовый щербет, щербет из граната, салат с карельской форелью, свежими огурцами, мурманский палтус на вашеном жильяне, стейк из мраморной говядины с копченым пюре, малиновый муск, рокет из камчатского краба с трюфельным маслом, оленина с вишневым соусом, муха из стерлядей, дальневосточные морепродукты. Кстати, пили они российское вино. А это какая-то пытка была сейчас? Древняя китайская пытка для человека, который позавтракал тремя печеньками и стаканом воды? Мне желудочный сок из-под мышек польется. Слушай, на самом деле, это же, наверное, очень дорогой банкет. Вот мне интересно, гостям после него можно еду с собой брать? Думаешь, с контейнерами пришли? Ну, с пакетами. Это лучше, чем с пакетом санкций в Кремль приходить. Слушай, кстати, у Си Цзиньпина был довольно большой номер. Почти 400 квадратов. 400 квадратных метров. Скромный по меркам Киркорова, но... У него в номере был турецкий хамам, джакузи, а на полках были книги на русском и китайских языках. То есть, в принципе, можно было в номере и посидеть? Можно было и посидеть, и почитать. Кстати, у них с супруга были раздельные комнаты, а можно было выбрать, у него там было их семь. Семь супруг? Нет. Семь комнат. Семь комнат. Это какое-то шоу на ТВ-6, так. Один номер — это не всегда одна комната. Есть один номер? Я об этом не в курсе, Кай. Для меня любой отель — это всегда номер, где одна комната. Скажи, что значит не одна? Так бывает. Слушай, ну на самом деле, несмотря на то, что номер шикарный, выписаться надо было все равно в 12. Не, я вообще в целом верю, что это будет взаимовыгодное сотрудничество, а не как у Wildberries и пунктов вывоза заказов. Не удивлюсь, если все новости в извести мы скоро будем вести именно так. А что конкретно сейчас ты сказала, Кай? Я сказала, что я с тобой согласна. Собственно, то же самое сказал и Си Цзиньпин. Ребята, ждем действительно крутых новостей об этой коллаборации. Теперь перейдем к серьезным новостям. Давай, конечно. К серьезным новостям. К серьезным новостям. У меня в светские новости. Филипп Киркоров выиграл суд у православных активистов. Что, подожди секунду. Киркоров судился с православными активистами? Почему? Что случилось? Короче, у него был концерт в прошлом году. И он на этот концерт, у него сольник был в Кремле. Или как он это называет, очередное пришествие в Крокус. Вот тут ты и триггернула православных активистов. Да, значит, он вынес на сцену огромный крест, на него забрался. И православные активисты такие, ты че? Это наша фишка. То есть он больше не король эстрады, он как бы решил на повышение пойти. Да. Пошел на повышение. И они такие, да блин, да извиняйся. И миллион. А, они хотели с Киркоровым миллион рублей. И извинения. И извинения. Да, но потом они сказали такие, ладно, извинения, да, и один рубль. Но он им даже один рубль не дал. Потому что откуда у него такие деньги, понимаешь? У Киркорова нет купюры меньше миллиона как раз. Если бы... Говорит, do you want a scandal now? What about rubble? Это было чуть позже. И все, и они теперь и без извинений, и без одного рубля. Да. Так, есть еще что-то? Есть еще. Депутат Госдумы попросила ввести уголовную статью о пропаганде наркотиков из-за Виктории Бонни. Неожиданно, да? Неожиданно, да. А у нас разве не было такой статьи до Виктории Бонни? Раньше-то где угодно можно было рекламировать. Билборды по Москве стоят. Нельзя было. Нельзя. Ну теперь совсем нельзя. Виктория Бонни – это край. Так, а в чем проблема с Бонней? В начале февраля Виктория Бонни анонсировала в своих соцсетях проведение ретрита «Особые духовные практики». Там они должны были делать церемонии Айоваски с кактусом Сан-Педро и жабами Буфа Альвариус. Виктория Бонни с жабами. Смотреть до конца. Шок. Это все считается галлюциногеном и запрещено в России. Я тебе более того скажу, сама Виктория Бонни считается галлюциногеном. Потому что последние лет 15 я вообще не понимаю, чем она занимается. Смотри, эти галлюциногены издавна пользуются шаманы ими и для связи с другими мирами. Ну и чем тут Виктория Бонни не угодила? У меня она же тоже в чем-то шаман. Она тоже с другими мирами что-то делает. В нашем мире ей места нет точно. Это после того, как она жабу полижет. Кстати, Виктория Бонни сейчас живет в Монако. Ну, зачем нам солнце ее? Знаешь такую блогершу Сашу Митрошину? Первый раз слышу. А вы знаете? Я знаю только то, что Митрошина очень сильно развивается при Сергее Семеновиче Собянине. Да-да. Да-да, сказал пресс-секретарь Сергея Семеновича. Вот. Большое кольцо Митрошина открыли недавно. Или это что-то другое? Блин, да меня дошло. Я думаю, может, я чуть не догоняю. Митроша Литен имени Ленина. Все, я поняла. Я буду разжевывать тебе все. Хорошо. Нет, Митроша Литен имени Лены Лениной. Чтобы совсем понятно стало. Ужас какой. Я не знаю, кто это. Помнишь скандал с Лерчиком? И вот копировать ставят то же самое с Митрошиной. То есть что-то с налогами опять? Что-то с налогами, да. За неуплату налогов более чем на 120 миллионов рублей. У них сейчас вообще у всех блогеров идут проверки, у этих марафонщиков. У инфо-цыган, как ты их называешь. Я так никогда о них не говорил. Они на самом деле мне очень сильно помогли. Вот каждый рубль, вложенный в эти марафоны, действительно ко мне вернулся. Я мало того, что стал лучшей версией самого себя, так я еще и начал притягивать финансовые потоки из небес. Потому что... Здесь же самое главное, это правильно направить эти энергетические волны в себя, и деньги придут сами. Деньги придут. Вот. И уголовные дела. Ну вот это уже лишнее, конечно. Вот такие у меня для тебя получились светско-скандальные новости. Ну вообще тревожные новости, это уже не шоу-биз, это уже какой-то... Ты помнишь, как мы платье обсуждали? Вот весело было, да? Ну времена были, а? А? Оп, были времена. Платье обсуждали, а теперь один пленал. Селушку обсуждали, русалочку обсуждали. Кошмар, кошмар. Реально одни якудзы, просто якудза. Контролируют рынок одежды, парфюмерии, рестораны, бизнес. Все ретриты. Не, реально, реально, прям якудза, слушай, вся наша шоу-биз, тусовка стала. Скоро все будут все татуировки во все тело делать, как якудза. А, подождите, у нас же есть Тимати. Тимати. Вот с кого все началось. Скоро так пойдет, Михаил Круга на детских утренниках будут петь. И это будет самое безобидное, что есть в отечественном шоу-бизнесе. Мужик набил себе татуировку с QR-кодом абонемента в качалку, потому что вечно забывал карту. Но татуировщик чуток ошибся, и поэтому теперь по этому QR-коду можно пробить сметану в пятерочке. А еще говорят, что качки тупые. Нет. Кстати, карту, как дойти до качалки, он тоже на себе набил. Женщина четыре года молилась в фигурке Ширека, думая, что это Будда. И не понимала, почему Будда всегда со слом. Потом вообще оказалось, что это Иосиф Пригожин. Причем это выяснилось, когда дети случайно включили мультики. Она еще все эти годы думает, что меня так на болото тянет. Пачку советской соды 1989 года выставили на продажу за миллион рублей. В комплекте сама сода, шкафчик, в котором она стоит, кухня, в которой висит шкафчик, ну и вся пятиэтажка. Зачем? У каждого дома есть пачка соды этого года. Но у всех она чуть-чуть открытая, потому что все эти сорок лет ей чуть-чуть-то пользовались. Ну, короче, купить ее можно либо за миллион современных рублей, либо за 10 советских копеек. Тут выбирайте сами. Вот такие, ребята, чудо-шутки мы с Екатериной придумали. По мотивам новостей. Одну из этих новостей мы оставим в закрепе под этим выпуском, а вы напишите собственный вариант добивки. А вот шутка из предыдущих выпусков от Дмитрия К. Мужчину задержали за попытку проникнуть в мавзолей. Он хотел, чтобы Ленин простил все его грехи. Ну, сначала задержали, а после того, как он объяснил, заржали. Спасибо за ваш креатив, ребята. Ждем очередной шутки. Время. Время поговорить про искусственный интеллект, Екатерина. Давай. Какое заинтересованное лицо. Неожиданно искусственный интеллект. Да, в Китае появилась цифровая телеведущая, созданная на основе искусственного интеллекта. Цифровая телеведущая? Цифровая телеведущая появилась в Китае, я только что сказал. Вместо тебя может быть цифровая женщина. Вместо меня никогда не будет цифровой женщины. А вот... А что там в новости? Значит, государственный телеканал, а какие еще могут быть в Китае, People's Daily, нанял виртуальную ведущую по имени Рэн Ксиаронг. Раньше это были кеды. Или какой-то смартфон. Рэн Ксиаронг? Да. Или смартфон, или кеды, или внедорожник, в общем. Правда, к внедорожнику добавили бы еще V15W7. Она будет работать 24 часа в сутки, 365 дней в году. Только представьте, какая у нее будет пенсия. Так вот, цифровая телеведущая. Жень Сиарон, круто, круто. Но и в России, мне кажется, такие уже существуют. Цифровые ведущие? По-моему, уже есть. Вот давайте посмотрим. Идеальный виртуальный ведущий в России это Екатерина, не Гончаренко, а Андреева. Вот, давайте посмотрим. Это Екатерина Андреева в 2011 году. Ой, такая молодая. Следующая фотография. Екатерина Андреева в 2023 году. Тоже молодая. Следующая фотография. Екатерина Андреева в школе. Это цифровая ведущая. То есть, по-твоему, цифровой ведущий никогда не должен стареть? Ну, по-моему, цифровой ведущий, как минимум, должен менять пиджаки. Все, больше ничего не требуется. И следующая новость. Искусственный интеллект научился генерировать бизнес-идеи, ребята. О, прикольно. А ведь изначально Бузову просто попросили спеть песню. Она придумала красивый домен, проанализировала ниши в онлайн-бизнесе и, в общем, сама уже в состоянии вести этот самый бизнес. Да, она предложила сделать онлайн-магазин экологичных товаров. Это действительно только нейросеть может. Я тебе больше скажу. И женщина с богатым мужем. Я тебе больше скажу. Она придумала дизайн, она придумала рекламную кампанию, она придумала все эти логотипы, она сделала сайт. И поехала на ноготочки. Смотри. Нет, серьезно. И чувак, он сделал про это блог, и он на блоге уже заработал сколько? А, 7-800 тысяч долларов с рекламой. 7-800 тысяч долларов, тире, там. Нет. Там точно не понятно. Высоко-высоко до неба денег. 7-800 долларов. И нейросеть сама настроила рекламу еще на этом сайте. А зачем вообще он ей нужен, мне интересно. Зачем это звено из мяса и костей? Ну, вот так получилось. Когда она сама может эти деньги потратить. Ну, а мы попросили тоже сгенерировать пару бизнес-идей у нейросети. И вот что у нас получилось. Давайте посмотрим. Вот такой бизнес. Более 10 лет создаем лучшие условия для жертвоприношения. Теперь работаем по всей России. Слава, это ужас. Но это не бизнес, это скорее больше идея пока. Может, у тебя есть какая-то? У меня есть помилее. Давай. Что это такое? Ставь Костюшкин на гастролях? Это солнцезащитные очки для собак. И как же будет бренд называться? Элвис Пёсли. Лучше не будет, ребята. Надо уходить на пике к вам бурном. Есть еще одна новость про нейросеть, но она на этот раз прям хорошая и полезная. Искусственный интеллект помог создать вакцину от всех штаммов коронавируса. Вот. Вот, наконец-то искусственный интеллект использован по делу, а не для того, чтобы нарисовать, как Гарри Поттер выглядел бы в Советском Союзе. Так что верьте в высокие технологии, они нам помогут. Ребята, девчата, вот и пролетел очередной выпуск шоу «Известь». Мы увидимся буквально через пару дней, потому что хороших инфоповодов много. С вами была Екатерина Гончаренко. Игорь Савченко. Все. Пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok